Привет всем! В этом видео я вам покажу, как отрагулировать дроссельную заслунку по сайте B3 1.8 бензин моно. В первую очередь для этого нам нужно подготовить датчик холостого хода. Нужно полностью освободить тросик, вынимаем защёлку и нужно натянуть сам тросик, чтобы можно было добраться до датчика холостого хода. Все эти манипуляции мы проделываем с включенным зажиганием. Когда тросик натянут, можно нащупать пальцем и нажать на сам датчик, чтобы он стал в нулевое положение. Далее нам нужно снять фишку с этого самого датчика. Далее нужно освободить тросик, чтобы он не был натянут. Далее мы подключаем наш тестер к двум крайним правым контактам. Плюс ближе к середине, минус с правой стороны. И смотрим. Вот у нас проверяем, уже датчик показывает неправильно. Нам нужно настроить на 0,18 вольт. А у нас на данный момент показывает 0,50, 0,46 и так далее. Перед регулировкой датчика его нужно освободить. Его держат 4 болта. В нашем случае они еще оригинальны, так как к ним нужны специальные звездочки. И начинаем его вкрутить влево или вправо, чтобы у нас получилось 0,19, 0,18 вольт. После того, как мы датчик отрегулировали, его нужно зафиксировать теми 4 болтами. И далее мы подключаем датчик холостого хода. Только уже с выключенным зажиганием. После всех регулировок нам нужно сбросить ошибки. Ошибки мы будем сбрасывать с помощью ноутбука и кабеля KKL, который купили мы на сайте Алиэкспресс. Где взять этот кабель и как это все подключать и как диагностировать, у нас есть предыдущее видео. Так что найдите на нашем канале. Там более подробно у нас есть описание как, что, куда. Далее мы включаем зажигание и включаем программу Вася Диагност. Делаем настройку. Тест пройден успешно. Продолжаем. Сохраняем. Выбор блок управления. Электроника двигателя и ждем подключения. Все эти манипуляции мы делаем с включенным уже зажиганием. Вот подключился наш ЭБУ. Нажимаем куда или неисправность. И вот видим, что у нас ошибок три штуки. И их нужно очистить. Да, кстати, в дальнейшем видеоролике я вам покажу, как можно очистить ошибки без этого ноутбука, этого кабеля обычным проводом. Так что подписывайтесь на канал, если не хотите пропускать дальнейшие такие видеоролики. И обязательно поставьте лайк, если вам это видео понравилось. Так, ошибки мы удалили. Вот, проверяем еще раз. Датчик хола. То есть у нас автомобиль не заведен. И эту ошибку обычно такую выбивает. Если бы наш автомобиль был заведен, такой ошибки не было бы. Отключаем наш диагностический сканер. И пробуем заводить автомобиль. Смотрим, как будет держать оборот. Автомобиль нужно заводить, не трогая педаль газа. Напоминаю, ни в коем случае нельзя нажимать педаль газа. После того, как мы завели автомобиль, нужно дождаться 15 минут, чтобы он поработал, опять же, не трогая педаль газа. Это по инструкции. Мне обычно не хватает терпения ждать этого времени. Как мы слышим, автомобиль работает ровно, четко. Вот, в принципе, и все, что мы хотели показать. Так что все, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.